Середина мая. Летние каникулы не за горами. Для детей начинается самое беззаботное время, а вот у родителей появляется головная боль. Чем занять ребенка? Сделать ли это интересным и полезным помогут загородные лагеря. Какие лагеря будут работать в республике? Сколько детей сможет отдохнуть в них? На эти и другие вопросы мы попросили ответить начальника отдела воспитательной работы, дополнительного образования, детского отдыха и защиты прав детей Министерства образования науки Карачаева и Черкесии Гоку Гербекову. Гоку Магомедовна, здравствуйте. Скажите, насколько наша республика готова к тому, чтобы дети провели это с пользой? Как идет подготовка школьных и загородных лагерей? Подготовлена вся необходимая нормативно-правовая база, приняты необходимые меры по полной готовности наших лагерей к летней кампании. На территории нашей республики летом 2024 года планируем открыть 109 лагерей. Из них, значит, 9 у нас загородные лагеря и 101 пришкольный лагерь. В прошлом году в школьных и загородных лагерях республики отдохнуло почти 12 тысяч детей. А что в этом? В этом году мы хотим увеличить охват. Мы хотим увеличить охват, как и в пришкольных лагерях, порядка 400 детишек. По сравнению с прошлым годом, количество лагерей пришкольных увеличиваем на 5. Следовательно, и количество детишек увеличиваем. В загородных лагерях у нас в этом году увеличение где-то будет составлять порядка 600 детей. Таким образом, общий охват детей летней оздоровительной кампании на территории нашей республики за счет средств регионального бюджета, то есть абсолютно бесплатно для родителей и детей, где-то порядка около 13 тысяч детишек. Скажите, Голка Магомедовна, в этом году летняя оздоровительная кампания будет проходить так же, как всегда, или у нее будут какие-то особенности? Мы реализуем повсеместно во всех лагерях единую программу воспитания в детских оздоровительных лагерях, рекомендованную Министерством просвещения Российской Федерации. Программа составлена по модулям, значит, семь модулей. Соответственно, каждый лагерь, разрабатывая свою программу, должна руководствоваться единой программой. Следовательно, программа действует как в Москве, так и в самой глубокой, в глубоком поселении и так далее. То есть все мы реализуем, в принципе, от нее те же, воспитательные цели от нее те же, уклон делаем на семью, уклон делаю на родину, любовь к отчизне, к малой родине. Скажите, а любой родитель может послать своего ребенка в летний лагерь или существуют какие-то ограничения? Вы знаете, любой родитель имеет право подать заявление на получение путевки для своего ребенка. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управление образования по месту обучения ребенка, по месту жительства ребенка и обучения. И соответствующая комиссия муниципальная рассмотрит заявление родителей на получение этой заявки. Но в первостепенном порядке мы рекомендуем, чтобы эти путевки получили дети-сироты, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудножизненной ситуации, дети-участников специальной военной операции, дети, которые пребывают на нашей территории, дети с Украины, с Белгородской области. Но, конечно же, все дети имеют право, то есть первостепенно отдается предпочтение именно этим детям. Любой родитель ребенка в возрасте от 7 до 17 лет имеет право подать заявление на получение путевки. Голка Магомедовна, очень много вопросов по летнему отдыху наших детей в таких известных лагерях, как Артек, Орленок и другие. Скажите, смогут ли наши дети в Карачао-Черкесе в этом году отдохнуть в этих лагерях и что для этого нужно? Вы знаете, да, на самом деле. Вот с этого года Министерство образования является с уполномоченным органом по обеспечению отдыхом и оздоровлением детей как в Артеке, так и в Орленке, в Смене и в Океане. В начале года нами заключено соглашение с этими организациями. Для нашего субъекта выделены квоты. В рамках этих квот мы, конечно же, организуем работу. Но помимо квоты, выделенной, мы, конечно же, дополнительные квоты просим у них, и нашу просьбу, конечно, они удовлетворяют. Если говорить конкретно об Артеке, то я могу сказать, что за 2024 год мы уже обеспечили путевками 70 детишек, тогда как квота наша составляла всего 30. То есть 40 путевок мы за счет дополнительных, так скажем, дополнительной потребности была, мы обеспечили. У нас в течение всего 2024 года в Артеке мы хотим отдохнуть порядка 300 наших детишек. Вот. Что касается, как получить эту путевку, у родителей возникает вопрос. Абсолютно просто. Нет никаких там проблем. Есть такая автоматизированная система Артек, в которую ребенок заходит, открывает личный кабинет, заводит личный кабинет, загружает в эту систему, в этом кабинете свои достижения. Достижения за последние три года, то есть это грамоты, дипломы, благодарственные письма. Каждый диплом, грамота имеет свои определенные баллы. Если это регионального значения, баллы выше. Если это муниципального значения, грамота чуть ниже. Если это федерального значения, выше, конечно, олимпиады, там какие-то всероссийского уровня, конкурсные мероприятия и так далее. То есть, когда ребенок туда загружает, автоматически региональный оператор и федеральный оператор, они видят грамоты достижения этого ребенка. Соответственно, они смотрят на то, кстати говоря, вместе с грамотой загружается туда и документ, который подтверждает, что данное мероприятие конкурсное, конкурс был проведен, или соревнование было проведено, приказ, и этот ребенок там имеется. То есть, приказ определенного министерства или организации, что, значит, о подведении итогов, что конкретный ребенок заслужил то или иное место. Если, допустим, оператор, региональный оператор не видит, сомневается, или нету года, даты получения этой грамоты, или же нету приказа о том, что действительно это мероприятие проходило, то, естественно, региональный оператор, у него возникает вопрос, и он связывается, для начала отклоняет данную заявку, связывается с родителями этого ребенка, уточняет, и дальше уже начинает работать. После того, как отрабатывают все документы, уже подключается федеральный оператор, следом за региональным оператором, смотрит, насколько правильно загружены документы, насколько учитывает эти грамоты и достижения ребенка, и после этого они, как бы, сама система автоматически, методом ранжирования автоматически распределяет и выбирает по бальной системе детей, которые заслужили там наивысший балл. Условно там, если ребенок заслужил 150 баллов, если ребенок заслужил 100 баллов и так далее, вообще минимальное количество баллов для получения путевки – это 40 баллов. Если выше 40 баллов ребенок заслужил по своим достижениям, то у него уже есть вероятность того, что он попадет в артек. Если не в эту смену, то в следующую смену, если не в следующую смену, то через определенное время, то есть когда у него будет такая вот, его балла будет достаточно для того, чтобы пройти по бальной системе. То есть если ребенок имеет 150 баллов или 200 баллов, или 300 баллов, у этого другого ребенка всего там условно 60 баллов, то, конечно же, он в эту смену не пройдет. Он останется в базе, но и, может быть, заявиться в следующий раз и пройти в следующий раз на другую смену. Вот такая система. Что касается смены и Орленка, такая же система у нас работает. Есть автоматизированная система «Путевка» называется. Ребенок тоже загружает туда свои данные. И, естественно, получает приглашение. Если говорить о квоте, которая выделена на Карачаево-Черкесскую республику, да, на самом деле выделены квоты для нашей республики в Орленок, но это, значит, путевки, которые тематические, которые наших детей приглашают командами, группами детей, допустим, победителей спортивных президентских игр, состязаний, президентских спортивных соревнований, или, может быть, большая перемена, конкурс, да, то есть они приглашают туда на профильные смены команды победителей и субъектов. Полноценное питание – это, конечно, очень важная составляющая хорошего отдыха детей. Скажите, Кока Магомедовна, кто-то контролирует этот вопрос? Именно этот вопрос взяли на особый контроль. Почему? Потому что от питания зависит и само, конечно же, оздоровление ребенка, да, чем полноценнее ребенок будет питаться, получать достаточно калорий, да, необходимых вот питательных веществ, от этого зависит его, конечно же, оздоровление. Наша цель же – оздоровить этого ребенка. Поэтому Министерство образования и науки Карачаева Черкесской Республики с прошлого года мы инициировали и рекомендуем единое меню питания для всех лагерей, то есть отдельное для загородных лагерей, отдельное для палаточных лагерей. И по единому меню питания, которое согласовано с экспертами в области питания, технологами, мы рекомендуем все загородные лагеря, они по единому меню питания, как бы организуют питание детей. Чтобы не было такого, почему, допустим, в лагере в одном, в Тиберде условно, там меню питания такое, а условно в Донбайе там в лагере меню другое. Чтобы таких вопросов не возникало, мы постарались с прошлого года уже, и в этом году мы уже разработали меню и уже направили, будет реализовано единое меню питания для всех лагерей. Мы, в принципе, с вами затронули все вопросы, все аспекты летнего отдыха детей, но все-таки если у родителей останутся вопросы, куда им обращаться? Да, с удовольствием мы всегда отвечаем на вопросы родителей, потому что понимаем, что это очень актуальная сейчас тема. Конечно же, родители хотят ребенка своего отправить. Мы в этом заинтересованы, мы всячески содействуем этому Министерству образования. Вся наша работа по подготовке к летней оздоровительной кампании направлена на то, чтобы большее количество детишек наших отдохнуло во всех лагерях и за пределами нашей республики. Поэтому родители могут обратиться за получением путевки в Муниципальное управление образования, подать туда заявки свои. Могут родители обратиться и к нам в Министерство образования за получением консультаций. У нас работает в Министерстве образования телефон горячей линии. Номер телефона горячей линии 26 69 10. Любой родитель 24 часа может задать любой вопрос, интересующийся именно организацией ребенка в лагере. С удовольствием на все вопросы ответим. Специалисты всегда на связи. В этом вопросов и проблем, я думаю, не будет. Что касается вопросов, касающихся недеятельности Министерства, других контрольно-надзорных органов, тоже могут быть вопросы, касающиеся безопасности, в том числе безопасности антитеррористической. Сейчас это очень актуально. Могут родители спросить, как эта работа организована. Могут задать вопрос, как будет организована медицинская деятельность и так далее. С коллегами эти все вопросы проработали. И не обязательно, допустим, конечно же, родители могут позвонить в эти органы надзорного контроля, но мы уже, как уполномоченный орган, знаем ответы на все эти вопросы. Поэтому с удовольствием на все вопросы ответим. Безопасность детей, безопасность отдыха детей в летних лагерях – это приоритетная задача и Министерства образования, и всех органов системы управления образованием в муниципалитетах. Поэтому сейчас все наши силы мы направили на то, чтобы обеспечить полноценный, безопасный, прежде всего, отдых, чтобы летняя оздоровительная кампания прошла у нас без происшествий, каких-то чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что пройдет она очень успешно, как и всегда, интересно. Досуг у нас очень интересный, программы разносторонние, тематические, профильные. Поэтому думаю, что летняя оздоровительная кампания на территории Карачаева-Черкесской республики пройдет успешно. Ну что ж, спасибо вам за то, что ответили.